будем начинать дорогие серферы бездельники сейчас на включу facebook чтобы видеть вопросы значит включу ключу ключу так вот здесь прямой эфир был надо еще разобраться до конца не разобраться честно говоря так поехали поехали ну что начну я чего знаете сегодня был такой интересный день в плане нашего безумия социального которое мы даже не осознаем вот в в украине и вообще на постсовке одичалость вот помните в начале войны мы смеялись там многие в украине точнее говоря смеялись над одичалами там и говорили что вот в россии там блины едят с этого с лопатой там да но я всегда говорил что на самом деле ведь весь постсовок он находится в таком глубоком состоянии одичалости и мы тоже далеко не ушли вот сегодня был момент такой забавный когда в аэропорте борисполь в аэропорту борисполь прилетел рейс из вьетнама и люди узнал что их погонят на обсервацию обсервацию правильно да они не захотели и проходить и ломанулись там через какие-то двери открыли их и просто побежали в город и и там национальная гвардия их останавливала полиция и это такой знаете знаковый момент потому что он показывает вообще суть социальных отношений в украине и не только в украине нас украина прежде всего интересует когда люди они вообще-то забивают болт на все там да и каждый живет в своем маленьком мерке в своем узеньком этом мерке и мыслит своими категориями своего маленького интереса потому что знаешь что государство про него там особо о нем особо не позаботятся никто твои проблемы решать не будет ни плюс мы не знаем какие были препятствия на пути возвращения этих людей они наверняка приехали взвинченные но в целом это вот такая недалекая проекция того что будет по всем недалеким господи просим в ближайшие месяцы по всем нашим далеким недалеким городкам весям селом где люди видят что бездействие власти рождает непонятно что будут ну вот будут действовать где-то в таком ключе вот вот это вот такой сегодня урок было дичалости в украине и мне кажется что мы приближаемся к тому времени когда и верхи и низы они уже настолько в этом состоянии дичалости ну просто потеряют какое-то цивилизованное лицо что просто нужно будет силой пинками тренделями насилием загонять в какие-то приличные рамки для того чтобы люди ну как-то начали держать в голове правильные нормы поведения вот это потому что такое общество жить не может нормально и она и она не может выжить в принципе поскольку когда возвращаются зарабельщане сейчас и мы видим на страницах фейсбука там дискуссии относительно того зачем они возвращаются они принесли привезут нам коронавирус там какая-то женщина в в этом в черновцах она плачет что боится что ее сожгут потому что она привезла коронавирус заразила три села и теперь ждет когда придут эти односельчане сожгут ее ее детей ну подумайте на это просто бред какой-то средневековья да вот это вот то что в санжарах происходило теперь по всей стране будет происходить но опять-таки это от безысходности и от беспомощности простого человека который понимает что он не понимает эти вирусы не понимает природу этого всего происходящего он живет в какой какими-то средневековыми представлениями сегодня ролик разгоняется какого-то маленького мальчика с тоже западной украины который рассказывает о том как нужно идти на пасху молиться там идти выйти в церковь там до христы пасхи там и так далее придумал там даже какую-то схему и он говорит сакраментальный вопрос бояк же c может будто чтобы на пасху мы нашли церкви да вот может так и быть что обстоятельства меняются так что даже в мусульманских странах мулы сейчас призывают не идти в мечети поскольку такая есть проблема нарисовалась неожиданно для всех и общество которое хотят жить и которые хотят приспосабливаться они соответственно живут и приспособ живут приспосабливаясь и поэтому если врачи говорят о том что в пасху не надо идти на значит в церковь и целоваться там с батюшкой и целовать все эти штуки то ну это надо делать потому что я вот сегодня смотрел как у нас в селе бегали дети ну это 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 же реально кошмар дети дети же переносят эту заразу тоже и они все расходятся вот 10 человек пробежались по улице из различных семей и они это все разнесут конечном итоге это все будет в каждом доме потому что никто я тоже нахращенный он антон черный я тоже атеист но я я смотрю с точки зрения социального общежития на процесс если мы хотим жить вместе то мы должны какие-то общие правила общежития значит соблюдать так вот получается что ну никто не хочет соблюдать были зарплеча не уехали за границу присылали сюда 10-12 а то и 20 ярдов в украину все было хорошо закрывала страна платежный баланс ими за счет этого выживала недвижимое шла там и так далее и так далее вот а теперь когда не возвращаются там и в том числе заразу несут сразу оказывается они нам не нужны сразу они нам враги и сразу нельзя их пускать и все ну как такой как такой социум может существовать когда хомос хомини лупус с человек человеку волк как он может мобилизироваться перед каким-то врагом там и все остальное получается реально получается что это все болтовня когда мы там в 2014 году в 2015 там и так далее вот это вот съели вот всю кашу о том какие мы едины и какие мы непобедимые а вот такая вся простая ситуация на поворачивает все в другую сторону и ну показывает абсолютно другое там да поэтому вот вот суть этого вызова на самом деле потому что нет пишут давайте переходить ближе к теме мы это все знаем сарасята там не сарасята вот да не знаете вы ничего понимаете потому что вы смотрите на политиков как на истину в последней инстанции а если на последней станции она никакая потому что если на последней станции это народ который от политиков должен требовать соблюдения того ради чего они их выбирали и вот завтра будет торг по поводу того как закрыть дырки в украине которые образовались потому что до зеленского правил порошенко идиотически до порошенко правил идиотически янукович до него ющенко и вот эта сумма сумма всего всех ошибок которая накапливалась она сейчас опрокидывает украину и по поводу чего завтра будет весь этот торг торг будет по поводу того как украине получить 8 или 10 миллиардов долларов из которых 2 миллиарда долларов сразу направят в бюджет но это не так рассчитывают потому что эти все господа на полном серьезе думают что украина в получив 2 миллиарда в бюджет они их там раздеребанят между бюджетниками уже о чем шмыгаль заявил и это абсолютно неправильная позиция как по мне и не только по мне потому что коллеги из института будущего витя андрусев там тоже у себя на странице в фейсбук написал критику этого всего поскольку ну поскольку шмыгаль продолжает ровно ту же политику заигрывание социумом тогда вместо того чтобы рассказать вообще насколько ситуация тяжелая и насколько все должны нести свою ношу запрягаться как бы в единую лямку для того чтобы страна выгрыбал из этого всего они по-прежнему хотят получить эти два ярда в бюджет и раздать там раздать бюджетника почему-то повысить пенсии пенсионерам еще кому-то раздать безработные вместо того чтобы предложить пакеры пакет экономических мер которые позволят запустить экономику позволяется создать рабочие места позволят людей как бы подключить каким-то инфраструктурным проектами или дать возможность бизнесу освободить его это же уникальный шанс освободить наш бизнес от налоговых путать их всех которые не позволяют людям делать то что они могут делать те кто способен делать потому что таких людей в стране не так уж и много на самом деле я 250 раз говорил о том что на самом деле страну тянет четверть работоспособного населения реально вот все остальное это это бюджетники это старики это офисный плантон неэффективный там очень часто и по сути четверть работоспособного населения выгребает за всех и вот если сейчас им не дать возможность не дать мотивации работать и не порезать государственные расходы там где она действительно не эффективно там где она не нужно убрать все эти госки но убрать все эти дебильные всякие министерство культуры убрать которая у нас нету никакой культуры не будет никакой культуры пока у нас не будет управления нормального экономики мы будем это все будет просто дерибан государственных ресурсов которые изымаются из экономики из нашего с вами кармана и и таким образом своим будет раздаваться как это происходило так вот вопрос заключается в следующем что что резать чему наоборот давать ход и соответственно как наиболее эффективно управлять государством и экономикой так вот два сценария базовых которые завтра будут разворачиваться в зависимости от того за кого они проголосуют за какой сценарий они проголосуют первый сценарий это что деньги от мвф получат если проголосуют закон про землю в той редакция в которой они протянули кстати она она не такая плохая как она 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 в принципе неплохая на приемлемая в сравнении с тем что они тянули изначально вот и плюс антиколомойский закон который останавливает он и муж ливле я кажусь украинскую мовую возможность возврата привата коломойскому и вот под это мвф и готов подпрячься и дать деньги ну понятно что там будут какие-то негласные наверняка будут негласные договоренности типа поставить человека завязывал он зал связанного на транснационалов ну типа там рябошапки там аля рябошапка в гпу там вот и оставить сытников покой там это ну короче говоря на такие вот подобные расклады может быть ульяну супрун вернуть на пост министра здравоохранения потому что я сейчас вижу как качаются как качается тема там да но в чем в чем в чем цимис они надеются что таким образом зеленский сможет разрулить ситуацию просидеть до конца до конца года как-то пропитать потому что люди тогда получат через бюджет вот что-то эти эти два яда через бюджет распределяться еще несколько ядов зайдут в нб у плюс это гарантия того что мы там долги будем отдавать осенью там следующие транши там да и таким и таким образом ситуация рассосется а вот если они провалят завтра голосования то разворачивается другой сценарий сценарий который ну можно назвать сценарий turbo ухода вот у них был turbo режим прихода к власти там на будет turbo режим ухода из власти потому что ну тогда реально они объявят дефолт скорее всего потому что ресурсов не будет и ну я думаю что уже в мае может произойти масса удивительных вещей вплоть до того что владимир александровича уберут с поста президента вследствие нового майдана мая там в июне в ближайшие месяцы короче говоря почему да потому что есть революционная ситуация я сегодня у себя в фейсбуке постил из рэндала коллинза отрывки зайдите посмотрите там схематично все по науке зайдете посмотрите фискальный кризис конфликт элит внесное противоречие и цигель цигель алюлю на западную к украину не только на западную украину вернулись зарпичане и людям просто нечего делать они сидят многие вернулись без денежной подушки и соответственно это готовая масса для того чтобы играть в раскачку там кто-то пишет юра не нагнетай послушайте мне говорят последние 20 лет или 15 лет мне говорят юра не нагнетай когда в 2008 году в апреле говорил о том что осенью будет обвал мне говорили юра не нагнетай тогда юлия владимировна премьером была и и мне говорили юра не нагнетай все будет хорошо мы пройдем через этот кризис потом когда я говорил о том что будет война с россией будут и будет масса проблем из-за того что конфликт между крупными державами игроками будет выходить на принципиально иной уровень и в котором насилие будет решением проблемы и украина будет одной из ключевых площадок разборок то мне тоже говорили юра не нагнетай ты фантазер ты маргинал и так далее а потом после того как стартанул 2014 год и я нас я в следующие годы и такие как я говорили о том что будет третья волна кризиса продолжение 2008 2009 2011 то нам тоже говорили юра не нагнетай поэтому но послушайте если вы не хотите включать мозги если вы уже даже в таких условиях когда на наших глазах рушится старый мир не хотите принять действительность ну господи сидите по своим квартирам там и успокаивайте себя с тем что все будет хорошо и все как-то собой рассосется не рассосется потому что энергия не рождается из ниоткуда для этого нужно ядерное топливо там или уголь или или вода которая крутит турбины там да и машины не ездят просто так для этого нужна логистика которая доставляет сюда топлива там и все остальное там да и даже еда которая у нас там вдоволь если логистика нарушается то то могут быть проблемы с едой как это было во время голодомора там да потому что изъяли и зимали зерно для того чтобы обеспечить поставки импорта американского американской техники американского оборудования для модернизации промышленности а по ходу не рассчитали как всегда не подумали и поставили переломали село хотели переломать село вот вот да вот савопитеки он как пишет человек это это реальность наша это одичалость это реальность когда люди на очевидные вещи не хотят смотреть здраво и называть их именами так вот поэтому turbo уход это реальный сценарий если они проявят если они провалят завтра это голосование потому что я не знаю найдут они голоса или нет по состоянию на вчера было 155 голосов у них и поэтому ключевой вопрос как как они будут привлекать голоса и как преодолеют сопротивление коломойского потому что для коломойского очевидно это вызов и его 67 или сколько там или 70 человек которые есть в ради он он будет их ими блокировать для того чтобы не провести это решение почему потому что для него это будет конец власти там или ограничение его власти и ну собственно говоря это будет пощечина которая понизит его статус в раскладе это он не должен позволить в логике своих интересов поэтому каждый будет каждый борется за свое но самое главное что если они примут это эти законы примут примут по земле примут по антиколомойскому это закон то я абсолютно не уверен что осенью не будет точно такой же турбо уход потому что все строится на том что нам хватит этих несколько миллиардов долларов в условиях когда экономика сократится на на несколько десятков процентов на 20-30 процентов там и так далее так далее и соответственно возникает вопрос ну а как они собираются если план b на случай если вирус не уйдет осенью закончится этот карантин в июне в июле как специалисты говорят что карантин будет до фактически до июля вот и пик эпидемии будет в конце в конце апреля в мае вот и соответственно если хорошо если это все закончится вот сейчас а если осенью придет как говорят спецы следующие волны могут может быть они будут меньше но экономы экономика будет заблокирована и и что ну как 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 мы будем решать проблему когда нужно действовать нетривиально и когда нужно определять кем жертвовать ради чего жертвовать какие кластеры экономики переводить в состоянии в статус военной экономики какие где нужно разжимать бизнес чтобы он хоть что-то делал там и так далее тогда при невзирая на опасности прочие вещи то есть понимаете это сейчас все за рамками их сознания и вот этот конфликт который мы сейчас видим по поводу ермака он как раз вспыхнул вчера там да когда этот гео левус или как там я честно говоря их до сих пор запоминать нормально не могу потому что они как как это как мозаика мерехтят и исчезают вот так вот то что выскочила сермаком сейчас ну это же это же закономерность то есть если не проводится борьба с практиками которые привели к тому что у порошенко был скинут выкинут народами от власти и если похожие люди входят во власть и ну по характеру по своему папа решалкин да вот кто такие кто кто такой ермак по большому счету это решалкин они они привыкли все решать там да такие люди были были при при порошенко там тот же каноненко там да и другие вот а при бзеленском они тоже прекрасно сохранились вот поэтому вопрос решалкин их он конечно за существует и соответственно когда есть конфликт интересов то рано или поздно кто-то сливает того или иного решалкина и дальше начинается вот это вот ситуация борьбы компроматов свинарчуки теперь ермаки там и так далее так далее начинается возня по поводу того что кто-то там ответить суде но но это все играет на делегитимизацию политического режима уже зеленского то на то то играла против порошенко теперь против зеленского потому что ну ровно год назад же зеленский сам говорил что свинарчуки свинарчуков нужно наказать а теперь оказывается что наказать не могут ровно год назад он же тогда говорил что бигус который раскрыл вот это вот все он может претендовать на он там апеллировал зеленский каким-то нормам американских законов 19 века что вот если ты там что-то раскрыл поможешь претендовать на часть этого коррупционного дохода которые получили ну ну и что теперь вот по поводу ермака как это будет и поэтому но я думаю что ярмак сейчас для зеленского становится токсичным потому что сегодня у него была на рада в в в офисе президента хотя на самом деле такая же а п как была при при кучме при при янукович и при при порошенко и ну и там был там там был жесткий разговор в том плане что зеленский был в бешенстве потому что он прекрасно понимает какая-то торпеда для него под под его легитимности под соответственно его власть которая и так ускользает и разваливается а это все происходит на фоне усиление регионов потому что мы все понимаем димарш ярославского с кернесом мы видим как кличко сейчас ведет грамотную игру и на фоне без зуба и достаточно власти он худо-бедно но пытается выстроить какую-то свою политику борьбы там с коронавирусом там карантин выстроит ами все такое вот и ну вот 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 центральная власть ускользает из из государства там да она при поршенко уже было такой достаточно слабой вот а при зеленском она сейчас окончательно превращается фикцию вот сегодня то что приход происходило в борисполе это это как раз ярко этому свидетельство там да вот ну давайте перейдем еще к вопросикам посмотрим что что у нас какие есть вопросы потому что я говорю говорю так начну сначала потому что так юрий что делать лася дмитренко вопрос мне кстати этот вопрос задают в личку все пишут что делать ну если на уровне личного дома хозяйства то стратегия как мне кажется просто режьте свои расходы смотрите где где можно ужаться оптимизируйте свои доходы если можно сохранить приоритет постоянства доходов пусть они будут меньше но но стабильными там да если допустим у кого-то есть квартира то вы ее понимая что сейчас на рынке будет избыток квартиры если вы сдаете в аренду то лучше продать ее за меньшую цену сдавайте в аренду там да для того чтобы удержать сейчас нанимателей там да если вы бизнес и понимаете что вы наоборот сдаете к в аренду что-то допустим только то вы тоже должны идти навстречу арендатору потому что сейчас мы все будем зарабатывать меньше там да вот мне там пишут а чем-то зарабатывать я зарабатываю на медийке я умею зарабатывать в интернете на трафике вот на этом я зарабатываю за счет этого я живу поэтому я могу чуть говорить то что я хочу говорить это что я должен говорить независимо от того там овака во власти как некоторые мне пытаются рассказать на кого я работаю все ваши впечатления все ваши инсинуации они не туда но можете думать все что хотите мне до лампочки так вот все мы будем ужиматься сейчас и просядем на 30-40 процентов я разговаривал с бизнесом со самыми различными как бы представителями бизнеса из сегментов там из медийки из недвижки и сферы услуг все ужимаются на 30 35-40 процентов кто-то став режет кто-то режет кто-то наоборот предлагает приходит к команде и говорит что давайте определять или 40 процентов увольняю на 40 процентов уменьшаем зарплату и люди часто выбирают уменьшение зарплаты чтобы все остались там да поэтому оптимизация оптимизация расходов они у нас у всех будут меньше оптимизация доходов выбирайте на рынке все что можно как бы выбрать и и и и где-то получить какой-то доход пока рынок еще не совсем умер то нужно нужно это все подхватывать так ладно давайте это давайте давайте посмотрим кировоградской области нет ковиде от нас потому что самый депрессивный уровень украины кировоградской области нет ковид 19 потому что как в его нет в бурунди где министр экономики сказал что у нас нет ковид 19 потому что мы его просто не можем протестировать у нас нет теста вот вот поэтому его там нет если бы мы мы тестировали то то у нас бы было намного больше заболевших так может все же лучше дефолт посмотрите вчерашние эфиры 2 в хорошем качестве я выложил две записи я как раз рассматривал это все поэтому по дефолту я не буду повторяться я прошелся конкретно так главное не а то мне камеру нужно будет переключить так еще что какой механизм передачи управления страной авакова да нет никакого механизма передачи страной авакова чего вы взяли что арсен борисыч будет диктатором или что это предопределено ну это 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 точно так же как люди вчера задали мне вопрос по поводу кого я вижу министром внутренних дел я сказал что вот мог бы герасченко как бы там который в институте будущего как я соучредителя он бы эту функцию мог вытянуть потому что по масштабу и пониманию процесса он соответствует но это же не значит что герасченко будет министр внутренних дел либо любая другая фамилия которую назвал честно люди как какой вопрос такой ответ но домыслы которые из этого вытекают ну просто смешные так дефолт это инфляция бегство всех инвесторов каких инвесторов ребята очнитесь нету никаких инвесторов все подморозили и не инвесторы сюда практически не заходили серьезное потому что здесь нет правил игры которые бы привлекали инвесторов так пошли так 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 осознанных людей в стране 10 процентов максимум ну да это это есть так это везде так может быть даже не 10 а 2 процента это вопрос ключевой вопрос это вопрос организация таких людей они они там какое количество в любых странах осознанных людей меньше чем чем не осознанных такова реальность большинство людей не интересуются осознанностью они хотят просто кушать там элементарные потребности пирамиды маслову закрывать часа перегружу камеру для того чтобы у вас была хорошая запись секунда